Здравствуйте, меня зовут Фёдорова Наталья Сергеевна, я врач-эндокринолог Центра иммунологии и репродукции. Сегодня я отвечу на один из вопросов, который часто задают пациенты. Нужно ли определять пролактин при бесплодии, когда и как? Да, при бесплодии необходимо исследование пролактина крови. Гиперпролактиномия – это повышение уровня пролактина в крови. Зачастую оно приводит к нарушению менструального цикла у женщин, у мужчин может проявляться снижением либидопотенции. Под воздействием высокого уровня пролактина происходит изменение других гормонов в организме, что в совокупности приводит к бесплодию, как у женщин, так и у мужчин. Возможны ситуации, когда гиперпролактиномия не сопровождается какими-то явными проблемами, но может стать причиной бесплодия. Сдавать пролактин необходимо, соблюдая несколько правил. Анализ задается утром натощак после ночного периода голодания от 8 до 12 часов. Пациент должен находиться в покое 20-30 минут перед взятием крови. Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические нагрузки, например, спортивные тренировки. Также половой акт, тепловые воздействия, например, поход в сауну, прием алкоголя, за час до исследования, курение. У женщин также необходимо исключить осмотр гинеколога на кресле и осмотр молочных желез накануне исследования. Если сохранен менструальный цикл, то исследование проводится на 5-7 день цикла. Если выявляется высокий пролактин, в нашей лаборатории сразу определяют макропролактин. Об этом смотрите видео моей коллеги Воротниковой Светланы Юрьевны, о причинах и лечении гиперпролактиномии. Редактор субтитров А.Семкин